Доброе утро! Что-то переживаю немножко, и я так раз, что я вас увидел, потому что, знаете, вы не очень сильно мою тетку напоминаете, тетя Лариса. Вы знаете, вот мы с теткой, мы с ней прямо одинаковые, то есть мы с ней прямо вот кольцок в кольцо. Можно я буду как-то к вам поближе держаться, чтобы, ну, так сказать, немножко влиться в этот рабочий ручеек? Утрировано, но смысл понятен, да, когда человек сходу начинает, ну, по сути... Активничать. Активничать, заводить знакомство моментально и свое личное изливать в том числе. Нужно ли это делать? Стратегия правильная, сработает. Стратегия чревата, так скажем, неожидаемой реакцией, потому что люди незнакомые к вам присматриваются, вы присматриваетесь, и подобная модель поведения может спровоцировать даже скандал. Нежелательно. Ух ты, ну хорошо, это что касается активных людей, давайте посмотрим наоборот, таких пассивных, закрытых людей. Вот, хорошо. Герка. Вот эта позиция, я скажу честно, я применяю ее на протяжении 30 лет, даже если я прихожу куда-то на празднование, на день рождения, куда угодно. Незнакомая компания. Ты меня удивляешь. Я слушаю, я слушаю. Это правильно. Хорошая тактика. Я не скажу, что правильно, но она удобная. Вы адаптируетесь к обстановке, вы смотрите, как люди коммуницируют, как они взаимодействуют, и, соответственно, понимаете, как вам лучше себя вести. Она очень такая психологически правильная, комфортная. А нужно ли находить себе сразу союзника, чтобы, например, одному не было тяжело? Лучше усвоить свои рабочие задачи. Это самое главное, так скажем, условие, которое... Задача – это понять свою работу, что ты должен делать. Да, свой функционал. Да, потому что если человек кинется дружить, он упустит ключевой момент. Он все-таки принят на работу для того, чтобы работать. Да. А искать союзников здесь чревато тем, что он наломает дров. Ну, то есть дружим. Но мы же в коллективе хотим выжить. Понятно, что мы хотим остаться и хорошим сотрудником, и в коллективе. Получается, мы уйдем с головой в работу, а коллектив как-то не будем располагать в себе. Какой-то баланс тут нужен. Да, я понимаю. Но все-таки система приоритетов. Человек работает, присматривается, помаленьку начинает пробовать делать некие шаги. Но не сразу дружить, потому что дружба – понятие такое. Оно проверяется через какие-то ситуации, через какие-то моменты. Угу. Ну, и не нужно забывать, что для многих дружба и работа – это вообще разные вещи. Да. Очень часто, особенно на нашей работе, можно заметить такую тенденцию. Как только человек к нам приходит устраиваться, через некоторое время, через там два дня появляются какие-то презенты. Вот давайте посмотрим. Ну, какие-то вкусняшечки. Да. Хочешь? У меня очень много. Да. Отлично. Попробуй. Спасибо. Можешь еще взять, кстати. Ну, давай, кушай. Возьмите еще. Вкуснее печенье. Кстати, меня зовут Татьяна. Ребят, а вы хотите печенешки? Я сама приготовила. Нет. Угощайтесь, пожалуйста, прекрасная леди. Можно? Все. Да. Угощайтесь. Ой, угощайтесь. Я, наоборот, искала союзника, чтобы вместе бороться. Хорошая ведь тактика. Это хитрый стратегический ход, потому что он многовековыми корнями уходит далеко-далеко, ну, вот к нашим предкам, потому что, когда человек с гостинцами, с некими угощениями едет на неизвестную для него территорию, он хочет быть принятым, он хочет быть своим. Недаром в организациях применяются печеньки, что-то сладенькое, проставляются после того, как прошли испытательный строк, идут в гости со сладеньким. Это вот такая... Это вот это вот, да? Это фишечка, я свой. Вот совместное принятие пищи, это некий сакральный ритуал, примите меня как своего, поэтому... Ну, люди же принимают, согласитесь. Да, это же сработает. Хороший пример. Пусть это будет хитростью, главное, чтобы сработало. Но вы сказали, все-таки нужно работать, прежде всего, на работе. И вот нужно ли выслуживаться здесь, потому что одни работают до 18 часов и идут домой, а другие новички обычно сидят до 10, работают, и как бы вот я такой трудоголик. Нужно ли это показать в первое время, когда коллектив и так к тебе относится под вопросом? Весьма сомнительный стратегический ход, потому что есть подводные камни. Начальник посмотрится, скажет, здорово, человек, который перерабатывает, давай-ка ты до конца своих дней, пока ты здесь работаешь, будешь так же работать до 10. Вначале это удивляет и, как бы, создает хорошее впечатление, а потом это входит в систему обязанностей. Далее, коллектив может тоже, как бы, тогда оставаться до 10, так как начальник скажет, смотрите, другие работают до 10, почему бы вам не работать? Справляются же, и тогда, ну, вряд ли удастся подружиться. Ну, не забывайте о том, что ни в коем случае не нужно заигрывать с начальником, это сразу же, это сразу провальный вариант, это никто никогда не оценит. Это не оценит, во-первых, большинство начальников, во-вторых, ни один коллектив это никогда не оценит. Если происходит так, что, не знаю, две недели прошло, месяц прошел уже, ну, все равно, человек и не замечает, ну, все равно, он одинок, вот, все, не знаю, все банально сидят на обеде, все вместе едят, а он один, вот, он как отшельник. Что это? Вот примерно, смотри. Это в коллективе что-то не так? Или в себе нужна компания? Или просто стоит поискать другое место работы? Можно попробовать создать ситуацию, присесть к кому-то, извините, у вас свободно. О, кстати, да. Рядом можно присесть, и иногда другой человек, чувствуя, что есть некая натянутая пауза, сам начинает диалог. Но две недели это не показатель, когда с вами не общаются. Вообще, в среднем срок адаптации сотрудника от месяца до трех месяцев. Поэтому, ну, хотя бы месяц, а потом смотрим. Вас просто игнорируют, либо все заняты своими рабочими делами? А если прошло значительно очень много времени, допустим, год, можно ли изменить отношение к себе? Ну, допустим, все думали, что Андрюха Рубахов парень, такой, на него можно положиться, у него можно взять взаимы. А тут он понял, что мною пользуются, и я не такой. Я поняла. Можно. Только для начала нужно понять, какого я отношения к себе хочу. Какое было и какое я хочу. Исходя из вот этого хочу, уже менять модель поведения. Нет каких-то универсальных формул. Нужно рассматривать конкретного человека и конкретную ситуацию. Огромное спасибо за встречу. Несколько очень важных моментов прозвучало сегодня, но на них мы хотим сакцентироваться. Во-первых, действительно, не рубите с плеча. Не нужно себе надумывать, что, господи, меня все не любят, я тут никому не нужен. Действительно, могут все быть просто заняты своими делами. А во-вторых, ну, дайте людям время. Дайте привыкнуть немножечко. Даже в природе так никто сразу не воспринимается. Андрюха, ты мистер позитив. Конечно, конечно. Меня до сих пор никто не любит, не переживайте. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания, Ольга.